всем привет привет девчата здравствуйте сегодня у нас четверг и как обычно по четвергам мы встречаемся с вами в прямом эфире в два часа дня по московскому времени плюс-минус несколько минут и проводим с вами мастер-классы по поводу простых дизайнов которые можно сделать который может может выполнить любой мастер даже тот мастер который не умеет совершенно рисовать значит сегодня с вами будет в эфире сегодня буду с вами я наталья как люгина город ростов-на-дону я инструктор в школе екатерина мирошниченко вот и значит наше время наступило как обычно в четверг итак девчата значит ну опять же я всегда стараюсь делать какие-то варианты дизайнов и значит сегодня как бы не исключение дизайны будут такие несложные быстрые я думаю что вам понравится и на самом деле как бы я понимаю что это дизайна не для тех кто любит однотонное покрытие да или френч нет конечно тут все-таки много всего тут всякие элементы добавлены там знаете все лучше и сразу это как положено в ростове-на-дону знаете как вот все лучше и сразу дорого-богато это все про нас про ростов-на-дону поэтому как бы не удивляйтесь если вы вам покажется что здесь очень много всего поноворочено вот но узнаете на вкус и цвет товарища нет кому-то нравится кому-то не нравится и потом я все время говорю что на всех пальцах этого делать конечно же не стоит прикольно сделать это там на одном пальце да а вот уже там как разместить и так далее то есть как бы вот вы посмотрите да и подчеркнуть для себя какие-то варианты так ну в сегодняшнем моем задании я так люблю говорить потому что на самом деле все не просто так не от балды есть у меня задание на сегодняшний день использовать номера гель-лаков начиная с номера 403 по 408 это довольно таки известная уже коллекция в наших ногтевых кругах скажем так значит наборы какой значит гель-лаки у нас как правило собираются в наборы да и продаются в наборах нет есть конечно и поштучные варианты но очень часто как бы подбирается коллекция такая знаете как бы что получился целый наборчик и была коллекция у нас которая называлась прошу прощения from from down to dusk была коллекция и вам сейчас напомню скорее всего вы даже вспомните сейчас вот так вот я сделаю просто чтобы а ярче свет from down to dusk вот такие вот цвета были с номера с 403 по 408 да то есть гель-лаки собирались коллекцию и вот таким вот образом как бы дарину продавались значит что хочется сказать значит если как бы вот мастера как бы покупали да в свое время набор и хоть какой-то например у них оттенок цвета закончился не обязательно же покупать снова весь набор правильно поэтому сегодня я вам хочу сказать о том что все гель-лаки из наборов from down to dusk они продаются отдельно и они вошли в нашу основную коллекцию то есть это цвета которые будут продаваться постоянно то есть они будут сохраняться именно в нашей основной коллекции гель-лаков поэтому если какой-то отдельный цвет значит ну вы выбрали в своим фаворитом или фаворитом выбрали его ваши клиенты и вы этот цвет конечно же в отдельности можете запросто себе купить опять же в работу потому что все это будет продаваться вот отдельно и так номера гель-лаков с 403 номера по 408 ну что хочется сказать ну конечно же цвета осенние однозначно все-таки у нас осень поэтому считаю что самые лучшие варианты расцветочек для осенних красивых покрытий так и что нам говорят о том что же это у нас замечательные цвета и так коллекция значит этих цвета с номера 403 по 408 значит яркие экзотические цвета да но я уже сказала что они очень красиво подойдут таки коралловый оттенок и темный вот 408 прикольный цвет палитра состоит из шести плотных оттенков значит номера с 403 по 408 уже сказала сочетание которых создает впечатление нежности яркости и одновременно значит очень сдержанные на изысканные элегантные цвета так от акцентного алого до глубокого фиолетового сочетания восточной комбинации оттенков построенные на легком тепловом контрасте призывают к неожиданным экспериментам ну вот в принципе такое знаете описание прикольное дают наши маркетинга значит я в принципе согласна да когда я села начала делать дизайн и знаете вот я уже как бы делала с этими цветами неоднократно в прямом эфире и вот я еще прошлый раз и пришла к мнению что все-таки вот градиент вот из этих цветов например как бы мне не очень зашел потому что мне в принципе не нравятся градиенты из красных коралловых с зеленым в сочетании то есть вот некрасиво получается какая-то грязь между ними поэтому их лучше все таки использовать отдельно поэтому я вот пришла как бы к мнению что конечно же если хочется задействовать цвета то увидите вот таким вот образом четко делить по границе погранично четко как бы не знаю не смешивать их между собой а пусть даже два-три цвета но пусть они участвуют целиком скажем так не смешиваем так ну что еще пишут значит так сочетание в коллекции оранжевого кораллового с фиолетовым зеленым и красным восточная комбинация но я уже принципе это сказала что очень неожиданные всякие варианты так ну что стабильность цвета ну что хочется сказать на типсах конечно типсы прозрачные изначально были до в один спаде в один слой лежит герлак на поверхности прозрачной типс и получается видите довольно таки плотная стойкая такое плотное покрытие абсолютно и легко наносится быстро сохнет все убираем все это дело и теперь начинаем делать аккуратненько до наши дизайны так ну что нам потребуется конечно же декорации декорации которые выходят всегда больших количествах не могу сказать что прям огромных количествах но и тем не менее значит сто двадцать первый туманные грезы 121 nail dress до один из последних дальше мгновение осени 120 номер до 120 на address тут и тыквочки есть и яблочки может уже делали с ними с вами дизайны давайте возьмем 117 влюбленность розовые цветочки очень красивые в сочетании с кленовыми листьями и золотыми вставками вот это я использовала прям очень большом количестве так ну а из последних шармиконов что у нас есть сейчас мы посмотрим с вами там тоже была очень большая палитра всевозможных материалов пакетик сложила бережно аккуратненько так смотрите вот с осенними листочками был прикольный вот такой шармикончик здравствуйте здравствуйте все с нами здороваются так 243 эти кленовые листья прикольные такие знаете скелетики золотые серебряные но прикольно но они на темных оттенках классно смотрятся на светлых немножко все-таки сливаются так ну мои любимые всякие варианты с надписями вот такой интересный вариант кстати почему-то я вообще не использовал ни разу надо попробовать мечтательные фразы 242 смотрите вот такой прикольный и белый черный и золото и серебро очень классным учета я как-то даже аж прям расстроилась почему я никуда его еще не употребила надо обязательно сделать так а это номер че 240 красота в деталях тоже видите такие мелкие фразочки золото серебро черный белый как мы любим на самом деле прикольно смотрится так что еще есть у нас ну вот такие вот варианты с разводами да может уже на них с вами смотрели так это у нас получается двести тридцать шестой золотые разводы и есть немножечко такой же идентичный идентичный чуть-чуть отличается потоньше рамочки вот такой вот вариант смотрите там такие более таки неопределенной форму таки более овальной и чуть-чуть потоньше так вот такие варианты прикольно знаете приклеить и просто где-нибудь с краешку листик один кайфово будет смотреться больше ничего не надо так убираем ну и в принципе в принципе какие еще были вот такие варианты классные классно смотрится просто на один палец это если взять баланс двести тридцать девятый номер шарми кончика тоже классно смотрится мне нравится что вот в этих шарми конах во всех последних есть и значит скажите из черные цвета да вот этих вот наклеечек и белые золото и серебро вот это вот прикольная тема что есть все сочетания вот эти самые лучшие самые нужные 237 оптимизм видите вот тоже золото серебро белый и черный классно вот и все вот эти последние шарми кончики они все вот в этом цвете выдержаны видите тоже вот цепочки прикольные пришла в прошлый в четверг использовали 236 вот такие вот красивые разделительные ремешочки с надписями конечно же вариант беспроигрышный ох лала 200 244 название мне сильно нравится тоже видите в сочетании черный белый серебро и золото кайфово смотрится так и и и и что еще у нас было вроде все показала да вроде бы все показала самый мой любимый вариант если у кого-то нету черные будем использовать черные полосочки золотые полосочки обожаю эти два шарми кона ну те кто так следит за творчеством нашим в моих эфирах 117 и 162 линии черные линии золотые часто ну потому что они реально убойные особенно затем не быстро расходуются вот именно вот эти все тоненькие изящненькие а большие конечно потом лежат потихоньку потихоньку на расходу конечно но все равно но тоненькие классные так ну в принципе все по новинкам даже мы прошлись и даже вспомнили кому чё нравится кому чё не нравится давайте мы будем все-таки делать какие-нибудь варианты дизайна сегодня мы с вами задействуем и стемпинг в том числе так значит в основу я сейчас возьму девчат какой-нибудь гель-лак который будет напоминать нам камуфлирующую базу камуфлирующую базу вот татьяна тут напишет наталья покажите пожалуйста вариант дизайна с баклажановым тинком да ну я так и хотела думаю один такой один такой какой-нибудь да правильно один оранжево-зеленый один например вот именно который потемнее до цвет с сеткой чтобы ну более сложный такой вариант скажем так все остальные варианты конечно же все они идентичны и делаю побольше вариантов только лишь для того чтобы знаете вот она рассядешь и не знаешь что прилепить и не знаешь что сделать а так вроде бы целая куча разных вариантов и я думаю что да понятно что из одних тех же цветов понятно что одни и те же декорации но любом случае размещены как-то по-другому по-разному всегда можно посочетать с любыми цветами на самом деле так я сейчас чуть-чуть вернусь в начало так здравствуйте как раз заказала эту коллекцию присоединилась то все если вдруг какие-то вопросы будут девчат без проблем да то есть как бы на все ответим и так я возьму сейчас цвет очень забавный цвет 424 цвет эйми color эйми видите то есть как бы я его возьму и буду использовать сейчас просто как камуфлирующую базу так сейчас я чуть-чуть камеру приподниму чуть-чуть вот так вот нормально же будет это я просто делаю девчат для того чтобы как будто бы камуфлирующая база просто у меня типсик беленький чтобы не искать ничего другого так получается у нас камуфлирующая база которую мы с вами просушиваем какой-то волосочек попал пытаюсь его убрать так все просушиваем и на камуфлирующую просушенную базу да мы с вами как будто бы сделали базу мы с вами берем работу пластиночку для стемпинга какую-нибудь с сеточкой вот и можно даже не говорить допустим номер пластины допустим которая у нас с вами сейчас будет ну естественно от эми да скажем так потому что я думаю что нечто подобное можно будет найти не обязательно у компании эми правильно же но наши самые лучшие вы же понимаете да я же у меня должен же работать вот у вас тоже наверное классные пластины но у нас лучше всех так вот пластиночку взяла с такими видите вот брендовые принты одна из первых пластин которая выходила у компании эми вот тут такая вот мелкая сеточка есть может быть у кого-то другие варианты есть вот такие вот видите тоже такие вот это кстати одна из последних по 12 или 13 пластина тут тоже есть такой вот с сеточкой но я возьму которая помельче сетка правильно же так и теперь с помощью черной краски для стенки сейчас секундочку девчонки приготовила пузыречек а он оказывается у меня пустой сейчас секундочку мы его потрясем чуть-чуть плохо подготовилась много разговаривала и не все нашла так теперь мне нужна будет подушечка да стыда в принципе ничего сложного не будет но и тем не менее правильно же так давайте поехали аккуратно определяемся какой мы с какой мы стороны будем сетку делать видите я делала с разных вариантов допустим там сверху сетка сбоку сетка с другой стороны снизу ну давайте попробуем вот так вот сверху да оставить сеточку например вы не против нам на самом деле все равно то ли так на пол ноготочка то ли так абсолютно как бы никакой разницы так ну давайте значит если мы используем лаковую краску нужно будет делать все очень быстро четко лаконично да и так сеточка аккуратно убираем все что лишнее сильно не давите все убрали легкий накат сеточку перенесли и отпечатали на поверхность так отделяем верхнюю зону все есть и так высыхает конечно же на воздухе да очень быстро то что вы испачкаете кожу вокруг ноготочка ну девчата в любом случае потом все это просто легко влажной салфеточкой вытирается так теперь мы естественно добавляем цвет да ну возьмем с вами 408 номер который в данный момент да продается отдельно не вне набора если вдруг у вас вы покупали когда-то набор from down to dusk то как раз таки если вдруг какие-то цвета закончили вы запросто сможете восстановить да свою коллекцию гель-лаков купив не покупая набора покупая гель-лаки отдельно теперь все эти цвета входят в классическую коллекцию гель-лаков от компании эми основные цвета перешли и будут все время в работе так ой добрый вечер из братска нам пишут это так приятно потому что безумно люблю уже говорила город иркутск потому что жила когда-то очень давно-давно правда много-много лет это кусок истории моей семьи обожаю иркутск привет иркутску так все есть у нас такое дело да девчат и просушиваем естественно вот у нас тут тоже кто-то родился около иркутска так из дудинки нам привет привет девчата так приятно знаете вроде как клуб по интересам да клуб по интересам в четверг так нанесли гель-лак просушиваем и что еще хочу сказать можно еще взять например и допечатать вот например на сетку я тут пыталась сделать видите вот еще вот веточки отпечатала то есть как бы с другой пластинки просто вот такие осенние веточки видите кое-где выглядывают но потом поняла что в принципе слайдер который использую да в дальнейшем с цветочками довольно таки массивные поэтому не стала уже больше добавлять никуда хотя на самом деле можно еще на сетку отпечатать какие-нибудь листочки так есть очень прикольно можно добавить какие-нибудь точечки на сеточку знаете она забавная будет интереснее будет смотреться если мы возьмем с вами какую-нибудь ну либо гель-лак ну гель-лак как бы он же растекается можно взять например импасту тоненькую кисточку и вот на пересечении ниточек сейчас секундочку кисточку 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 еще линеарную кисточку возьму в любой работе в любой работе когда используете кисточки девчат хорошо бы взять капельку базы капельку базы промыть в ней кисточку перед началом работы база как правило очень хорошо помывает кисточки синтетические все убираем берем капельку импасты и вот здесь вот аккуратненько на пересечении можно это сделать можно не делать но если сейчас вот заведемся то конечно оно прикольно таки знаете как акцентики ну промежуток большой получился но ничего страшного пока сыпятся ваши сердечки вот тут вот с краешку я вижу так одним глазом через телефон смотрю пытаюсь маленькие такие акцентики видно так сеточка такая интересная получается кстати можно было бы поиграться наверное и с белым цветом точно так же как и с черным ну черный мне больше нравится поэтому в своих дизайнах часто использую черный цвет так и теперь по периметру аккуратненько да аккуратненько чтобы такая знаете законченность была аккуратно под кутикулу и боковым валиком с одной стороны и с другой стороны все есть всем привет из Анапы ну так Саночка нам из Анапы тепленький такой привет передает кстати у нас в Ростове тоже потеплело было тут прям холодно-холодно а говорят что в субботе и к воскресенью будет плюс 20 плюс 21 поэтому в Ростов возвращается тепло это так радостно пусть побольше будет тепла так ну и и теперь девчат нам нужно с вами слайдер приготовить сейчас приготовим так влажная салфеточка нам нужна и слайдер просто у меня он уже есть я уже делала образцы поэтому возьму который уже использовал так вырезаем на мокрую салфеточку давайте возьмем чтобы было цветочек и кленовый листик разделительная полоса между одним цветом и вторым цветом хотя на самом деле можно использовать конечно для любого цвета но вот этот цвет 408 конечно подходит по цвету к цветочкам которые на слайдере поэтому считаю что этот вариант будет наибольше подходить ко всем просто влажная салфетка и прикреплять мы будем наши цветы на слайдер топ если слайдер топа у вас нет то мы будем можно использовать базу на базу на липкий слой базы можно запросто прикреплять слайдеры покрываем слайдер топом ну во первых поверхность выровняем очень 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 тоненько 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 так прослушиваем 10-15 секунд почему 10-15 секунд хочу чтобы просто по поверхности слайдер двигался так берем слайдер очень легко да ну многие пользуются кстати говоря подушечкой для для стемпинга сейчас можем тоже с вами использовать но прежде я уберу все излишки все почистила с помощью скотча сейчас почистила и вот например вот так взяли вы просто будете видеть да куда четко прикреплять чтобы все было ровненько так мы с вами чуть-чуть выходим на сеточку вот так вот и немножечко слегка листик у нас уходит как раз таки на нижний цвет все натянули растянули просушиваем я обычно просушиваю процесс полимеризации продолжается зато потом слайдер сдвинуть с места практически уже нереально так можно взять бафик или пилочку убрать излишки да ну вот с одной стороны вот здесь вот сейчас я аккуратненько а то у меня у клиентки ноготь отвалился сейчас мы все сделаем все убрали все лишнее девчат ну и чтобы конечно же закрепилась хорошенечко да на поверхности ну во-первых мы просушили во-вторых нужно конечно же обработать ультрабондом или праймером ну в нашем случае это ультрабонд вот ультрабонд жидкость которая грунтует натуральную пластину да жидкость которая служит двойным скотчем обязательно обрабатываем слайдер ультрабондом ультрабонд высыхает на воздухе в течение одной-двух минуточек и после этого конечно же закрываем топом правильно правильно сейчас пока высыхает я просто верну на экран может кто-то к нам чуть позже присоединился вот такой мы комбинированный маникюр сделали комбинированный дизайн с помощью стемпинга видно вот мы верхнюю часть допустим закрыли а можно сбоку допустим сеточку да можно с другой стороны снизу и так далее не обязательно да и не надо делать на всех пальцах абсолютно Таня спрашивает эфир сохраните да конечно сохраним так и девчата обязательно перекрываем топом ну давайте воспользуемся топом например теклос да топ теклос это глянцевый топ без липкого слоя можно запросто его использовать в работе можно и ультрашайн использовать но я просто хочу еще допустим сейчас в работу добавить что хочу добавить белую эмпасту немножко доработать да вот поэтому как бы ультрашайн мы все-таки позиционируем просто как верхнее покрытие и все то есть как бы сверху как бы ничего стараемся больше не делать поэтому ну можно использовать конечно же любой топ глянцевый которым вы работаете ну а у нас вот это например будет теклос перекрываем перекрываем так и с помощью белой эмпасты белая эмпаста краска да без липкого слоя мы можем запросто добавить эмпасту на поверхность открываем это она такая густая и возьмем знаете какую кисточку наверное сейчас идеальный мазочек номер 0 идеальный мазочек номер 0 сейчас секундочку идеальный мазочек номер 0 и можно например этой кисточкой просто немножечко сделать объемными я пыталась прочитать значит скажите что сообщение параллельно сейчас вернусь все таки к этому саму кисточке сначала идеальный мазок номер 0 кисточка не тонкая не толстая она такая видите очень мягенькая очень классно ей делать даже мазковые лепесточки мы сейчас их попробуем сделать на нашей совершенно готовой поверхности увеличим немножечко объем лепесточков у слайдера и потом я заострю внимание вот на всех вариантах я в принципе прошла с белой пастой поэтому цветочки становятся более яркими вот немножко буквально на кончик кисточки и краешек лепесточков вот например да я понимаю что цветочек розовый я не буду сильно много но оно получается интересно вот так движением кисточки с краешку как будто бы к центру да цветочка аккуратненько чуть-чуть увеличивая объемчик так вот здесь вот краешек так можно увеличить объем любым лепесточком сильно не надо много именно знаете вот переднему плану лепесточком то есть есть же лепестки на дальнем плане есть лепестки на переднем плане вот таким вот образом слегка слегка их акцентируем на них внимание можно даже где-нибудь придумать лепесточек даже которого в принципе там нет несколько белых точечек никогда нигде не помешают и вообще знаете в любой непонятной ситуации можно взять кисточку и белую импасту и рядом с любыми листочками цветочками будет прикольно всегда смотреться знаете какую-то воздушный что ли добавляет и смотрится уже совсем по-другому ну а сам кленовый листик трогать не будем в принципе тут все равно виден хорошо ну вот таким вот образом просушиваем просушиваем так и присоединяем вот сюда же да на наш с вами образцы которые были приготовлены заранее может быть кто-то сделает скриншот и удивиться в том что это очень легко делать без всякого напряга абсолютно вот значит сюда же добавляем видите больше разговоров конечно а сделали получилось очень быстро так ну и давайте еще сделаем какой-нибудь зелененький вариант если вы не против очень простой можно даже допустим взять просто универсальный какой-то вариант видите но тут все просто конечно же приклеены просто слайдеры собраны в кучку по несколько штучек вот хорошо да масло масляное сказала так ну давайте например вот такой вот вариант самый простой и быстро даже попробуем знаете как бы сделать вот прям на время мне все время такая знаете задумка сделать как можно больше например там выделить полчаса да и просто за полчаса попробовать наделать много-много разных вариантов ну как насколько много ну сколько времени хватит так что мы сейчас с вами заострим на этом внимание и будем четко прямо делать четко по времени прям тайминг сделаем и так значит белый фон да белый гель-лочок сейчас я возьму девчата на полочке белый гель-лак 001 белый лотос ничего сверхъестественного и покрываем наш ноготочек пытаемся засечь время да делаем быстрый дизайн итак цветное покрытие любой гель-лак сохнет примерно 30 секунд правильно отсчитываем значит сушим 30 секунд пока сохнет приготовим два цвета например 404 номер зеленый да оттеночек и давайте 406 так и например например 404 номер берем и ставим вот такую небольшую капельку зеленого цвета в верхней части ноготочка с помощью кисточки для градиента протягиваем цветной гель-лак вот так просто по ноготочку сверху вниз протянули просушили пока сохнет приготовили второй цвет 406 так взяли капельку гель-лака поставили а давайте вот сюда в нижнюю часть ноготочка да если хотите можно чуть-чуть сверху и протягиваем немножечко 400 какой я взяла 406 номер да все по-прежнему из той же коллекции так кисточку пытаюсь руками вытереть чтобы быстрее было это всегда когда мастера тоже торопятся ну давайте здесь так поярче мне мне вот не понравилось вот это тут вот капелька я хотела как лучше получилось как всегда знаете вот этот вариант так я все-таки возьму и чуть-чуть вдоль зелененького цвета добавим все два цвета есть правильно же задействовали поэтому все остальные пальчики в этот момент могут быть либо зелененького цвета да либо кораллового цвета просушиваем теперь если нету под руками какого-нибудь гель-лака с крапушками знаете вот модно там всякие топы с крапушками и так далее можно взять немножко гель-лака черного или эмпасты вот так вот кончики кисточки испачкать и пройтись по нашему покрытию вот так перпендикулярно поверхности натыкать вот таких вот всяких разных неопределенных крапушек абсолютно ни к чему не обязывающих можно было покрыть гель-лаком допустим с крапушками какими-нибудь так просушиваем и определяемся пока сохнет определяемся какую будем например крепить слайдер сейчас секундочку так давайте вот из этой допустим туманные грезы да вот такой вариант мне нравится тут вот эти серого цвета картинки с такими знаете вот золотыми штучками вставочками забавно смотрится вырезаем пока просыхает наше цветное покрытие все все есть влажная салфетка достаточно будет буквально две-три секундочки для того чтобы да слайдер размок так значит для того чтобы прикрепить слайдер нам с вами нужно слайдер топ задействовать в работу либо базу ну самая простая базу база всегда у всех есть под руками но я задействую слайдер да так как все-таки у меня тут есть почему бы им не воспользоваться слайдер тонким-тонким слоем девчата тоже сушим десять-пятнадцать секунд десять-пятнадцать секунд сушим прикрепляем слайдер поверхности на один пальчик да не нужно никаких там супер-пупер опять взяла вот так на подушечку да для стемпинга и аккуратненько сейчас попытаюсь разместить таким образом чтоб все осталось видно красиво так вот есть поправили ну и еще допустим две там три секундочки хорошо пять подсушили так теперь мне немножко не нравится что там как бы мне вроде как не хватает стебелечка но это лично мое видение я поэтому теперь могу просто взять и дорисовать мне нужна будет тонкая кисточка пять дробь ноль линеарная и капелька черной эмпасты буквально чуть-чуть и я вот эти тут штучки дорисую видите веточка как будто вроде не хватает ну длина ноготочка во первых которую мы используем да в работе сейчас довольно таки длинная поэтому и веточки получается длинные если бы длина ноготочка была сейчас короткая да то мы бы с вами сильно тут прямо не зацикливались так есть и теперь так там не висит вопросик я сейчас обязательно на него отвечу просто пока очень постараюсь тут вот внимательно чтобы не сильно опозориться пытаюсь дорисовать пару тонких веточек как будто бы немножко слегка доделывая видите вот веточку дорисовала уже смотрится по-другому если вдруг где-то крапушек не хватает их всегда можно тут вот прямо на ходу немножко сочинить доставить придумать так давайте вот из этой тоже также добавим дополнительную веточку и если есть желание можно еще и еще кстати добавляя каждую веточку можно добавить плюс 10 рублей плюс 10 рублей плюс 10 и так далее так сохнет и теперь обязательно естественно да закрываем топом обязательно обрабатываем слайдер ультрабондом или праймером видите аккуратненько вот это место высыхает на воздухе одну-две минутки после этого перекрываете топом да перекрываете топом которым вы обычно работаете в нашем случае это может быть текласс или ультрашайм или матовый топ например можно использовать почему нет закрываем топом без остаточной липкости аккуратненько выравниваем поверхность просушиваем и опять же да вернемся к эмпасте девчат можно не возвращаться это как бы решение каждого в отдельности абсолютно просто интереснее получается когда вы какие-то элементы слайдера выносите на передний план и вы этих цветочков видите везде прошлась белой эмпастой и вот эти цветочки тоже с эмпастой сверху и здесь тоже не исключение я сейчас пока глаза подняла так всем привет тут вот нам передавали из Москвы из Самары и Тамбова о боже как интересно уськут так привет привет так все вот мы сюда верну привет из Иваново я вернулась немножко да нас смотрела тут вот Елена привет из Иваново вот интересно конечно я просто наверное девчонки многие знают просто я как бы из семьи военных и поэтому ну мы очень много с родителями ездили я вообще родом из города Вичуги Ивановской области если что безумно обожаю город Иваново особенно свой город Вичуга так Держинск отлично Воронеж уськут девчонки всем привет Тамбов Самара Москва Сочи о боже как это здорово сохранится или фильм да сохранится целый день сегодня с вами Наталья добила курс ага значит я думаю Галочка это вы где-то про онлайн говорите да наверное очень рада там и встретимся значит какая красота спасибо большое Наталья расскажите вот нашла вопрос Наталья расскажите преимущества натуральных и искусственных кистей в работе Оксан короче если мы работаем гель-лаком или гелевыми красками конечно же лучше использовать кисточки искусственные натуральные кисточки используют для работы с красками акварельными гуашевыми акриловыми красками там где там где требуется вода и кисточки натуральные они хорошо в себя вбирают каплю воды знаете как бы вот это вот размывается все растворяется там и так далее а гелевые краски они же не на водной основе понимаете искусственные кисточки они не вбирают в себя то есть они не накапливают между волосочками синтетическими да вот эту краску в большом количестве искусственные кисточки очень хорошо держат форму, да, синтетика. Поэтому гелевыми красками или гель-лаками удобнее рисовать все-таки синтетическими кисточками, но не натуральными. Натуральные это вот для красок, которые водой растворяются, ой, господи, скажите, разводятся, да, то есть как бы делаются жижи и так далее. Вот особенно акварельные там краски, да, как красиво получается. А вот гелевой краске нужна быть синтетика, чтобы она не впитывала в себя много материала. Так, а яблочко там наклейка, сваршивает Светлана. Да, Светлана, яблочко-наклеечка. Это из новых слайдеров вот эти вот мгновения осени. Вот тут есть и тыковки, здесь есть и яблочки, вот такие вот забавные варианты. И грибочки даже, да, прикольно так. Раз, на клиента на ногтях грибы, например, да, прикольно, наверное, смотрится. Так, все, ответила, присоединились, присоединились. Привет из Орехова Зоева, Московской области. Больше вопросов пока нету. Все, тогда мы сейчас будем заканчивать потихонечку. Девчат, я взяла эмпасту, эмпасту белую. Так, где она у нас? Вот она, эмпаста белый рафинад. Буквально чуть-чуть на кончик кисточки. Кисточка идеальный мазочек номер ноль. И уже по готовой поверхности, почему я так могу тебя вести бессовестно, что по готовой поверхности? Потому что, девчат, что такое эмпаста? Эмпаста это гелевая краска без остаточной липкости. именно гелевыми красками без липкости можно рисовать сверху по готовой поверхности. Эмпаста высыхает, она не имеет липкости, она глянцевая. И вот именно хорошо как бы эмпасты стоят и на глянцевых поверхностях, особенно хорошо на матовой поверхности. запросто. То есть, ну, например, если меня кто-то спросит, будет ли это все как бы там пачкаться? Да нет, пачкаться не будет, но, конечно же, во время носки может все это дело немножко подтереться. Ну, вы знаете, общий, общий, как сказать, общая картинка на самом деле не поменяется абсолютно. И потом, знаете, когда вот еще тепло на улице, все равно лучше ноготочки носятся. Потом, когда начинаются перчатки, вот об карманы очень сильно, торцы, начинают как бы, да, изнашиваться очень быстро. Аккуратненько. Ну, таким вот образом. Так. И, 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 где еще у нас немножко эмпасты? Так. И несколько в любой непонятной ситуации добавьте. только они должны быть прямо вот микроскопические. Получается очень прикольно. Вот таким вот образом. Итак, такой экспресс-вариант. И, заметьте, девчат, вы знаете, такой беспроигрышный вариант, вот когда нужно срочно дизайн какой-то придумать, вы можете брать белый фон, как ну, универсальный, да, как белый лист бумаги. И буквально вот два мазка, два цвета, которые вот в градиенте смотрятся некрасиво. А вот если поставить их два рядом, получается очень забавно. И такой, знаете, беспроигрышный вариант, экспресс-вариант дизайна, потому что можно задействовать любые цвета, и будет все равно одинаково хорошо все. Я сейчас постараюсь вот сюда его поставить, с этой стороны этот вариантик. Возвращаю на экран. Так. Возвращаю. Сейчас я... Вопросик я уже вижу. Сейчас, секундочку. Так, вот сюда поставлю. Добавим вот так еще. Отряд. Октябрят. Так. Возвращаюсь. Привет. Рыбинск. Ну надо же, Ярославская область, с ума сойти. Так. Это я уже рассказала по кисточкам. Так, все. Будет ли держаться гель-лак, если с файбербазы снять липкость? Ну, по большому счету, Виолетт, смотрите, эта самая файбербаза. Ну, файбербаза, как и все другие базы, она, конечно же, высыхает и имеет дисперсионный слой. Правильно, сверху? Когда, значит, высох материал, и получается, образовалась липкость. Она для чего-то нужна в любом случае. Мы, например, не рекомендуем вытирать дисперсионный слой с любых слоев, неважно с каких. Но многие мастера говорят о том, что вытираю липкий слой, покрываю гель-лаком, гель-лак не отпрыгивает от кутикулы, не подпрыгивает со стороны свободного краешка и хорошо держится на поверхности. Ну, то есть, хорошо распределяется и не подпрыгивает, потом высыхает, как бы, и все хорошо. И хорошо держится. Не вопрос. Знаете, почему так происходит? По одной простой причине. Все гель-лаки – это пористый материал. Мы не видим это невооруженным глазом. Вот. И поэтому, как бы, он получается пористый. Он к слою прикрепляется, как губка проникает друг в друга. Если вы вытираете дисперсионный слой, таким образом увеличивается процент вероятности сколов. Понимаете, ее начинается, вот, допустим, если скалывается со стороны свободного краешка, значит, у клиентов, допустим, да, ваше покрытие, там, дизайн и так далее. Смотрите, что с чего скололось. Если, например, у вас цвет скололся с базы, а база осталась, значит, видите, то есть, как бы, не было сцепления хорошего цвета с базы. Если скалывается, например, топ с поверхности цветного покрытия, значит, было недостаточно хорошее сцепление цветного гель-лака с топом. Поэтому мы, например, не рекомендуем вытирать, но многие мастера вытирают, вот, и говорят, что все держится. Все зависит от того, как клиент еще это будет носить. Чисто теоретически, как бы, я бы не рекомендовала, но на практике многие говорят, что все хорошо держится. Поэтому придет, когда клиент, посмотрите, как у нее простояло, значит, все возможно. Знаете, как бы, кто-то хорошо, сильно использует физически, использует свои ногти в работе, там, мыть посуду, чистить сковородочки и так далее, а кто-то не очень сильно пользуется, допустим, ногтями. Вот, поэтому, конечно, и стояние получается разное. Кстати, не замечали, когда, значит, когда, например, вот вы делаете ногти, например, клиентам своим, вот одна клиентке сделали ноготочки, вот у вас стол, стол, свет, лампа, материал, все замечательно. Вы сделали, она ушла и пришла с такими же прекрасными ногтями, только они отросли, ни одной от слоечки, ничего, и все хорошо держится. Приходит другая клиентка, вы делаете ногти, тот же стол, стол, все те же материалы и так далее, а у нее через один. Тут отвалилась, тут скололась, здесь она откусилась, здесь у нее сама отвалилась, она ничего не делала. И получается, что сидит мастер бедный и думает, о боже, это я, наверное, так плохо сделала. Вспомните про ту клиентку, которая пришла, и у нее ничего не отвалилось. Значит, вы хороший мастер, все живут по-разному, все пользуются руками и ногтями с вами очень по-разному, поэтому не надо делать никаких выводов. Вот, поэтому то, что вы вытираете липкий слой, на ком-то будет стоять, а на ком-то не будет стоять. Мы не рекомендуем, но если вы вытираете, и все стоит, ну, ради бога, пусть оно так и будет. Все, я, в принципе, все вроде как ответила, и даже практически уложилась, да, чуть-чуть опаздывая, скажем так. Итак, очень классный, подробный ответ. Спасибо вам большое. Девчонки, всем огромное спасибо за ваше внимание. Надеюсь, мы, как всегда, были вам полезны. Если вам нужны варианты дизайна, вот вы можете сделать скрин и поиграться, посочетать с такими дизайнами, с такими декорациями любые другие цвета, и я вас уверяю, тоже будет смотреться шикарно. До встречи в следующий четверг. До следующих четверг. Желаю вам побольше денежных клиентов и, конечно же, творческих всяких разнообразных мыслей. Удачи всем. Спасибо всем, девчат, за ваше внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok